Здорово! Думаете, наверное, и чё это я сюда припёрся в биоинженерной лаборатории? Кто это такой красивый тут в белом халате? Да затем вы припёрли, чтобы узнать про крутейшие биоинженерные эксперименты, которые провёл Герберт Бойер и Стэнли Койн ещё в 70-х годах. Вы, наверное, сейчас думаете, 70-е? Это тогда, что ли, динозавры-то вымерли? Скучно. Отнюдь. Вам, наверное, делали вакцину или покупали продукты в магазине, наверное. Всё это стало возможным благодаря этим и другим экспериментам, сделанным этими двумя учёными в 70-х годах. Они брали энзимы, режущие ДНК на части, потом полученные куски ДНК вставляли в ДНК бактерии. Так вот и появилась генная инженерия. И вот благодаря их работе теперь есть лекарства, диабеты, сердечных приступов и так далее. Но это ещё не всё. Интересно? Тогда заходите за мной. Сначала Коэн и Бойер взяли ДНК лягушки и порезали её на куски. Я, наверное, должна рассказать вам, что происходит в пробеге. Это схематичное изображение ДНК лягушки, то есть её геномы. В геноме закодирована информация о том, как должна развиваться лягушка, как она будет жить, как будет выглядеть. В ДНК есть кусок, кодирующий определённый протеин, необходимый лягушке для выживания. Сейчас мы вырежем этот участок из ДНК с помощью специального энзима. Его-то Бойер открыл в ходе своих экспериментов. Этот энзим похож на ножницы. Если разрез ДНК в правильных местах, то можно получить отдельные гены. Кстати, существует огромное множество разных энзимов. Каждый из них режет ДНК в разных местах. Сегодня мы используем энзим, который называется Экоэродин. В этой ДНК энзим Экоэродин может сделать надрез сразу в нескольких местах. Они показаны по ктерной линии здесь. То есть в итоге у нас получится нарезка из разных кусочков ДНК, помимо того, который нам нужен. Но это не беда. Эту проблему мы будем решать позже. Так вот, в пробирке идёт нарезка кусков ДНК. А это пробирка с плазмидами. Плазмиды – это кольцевые молекулы ДНК, встречающиеся у бактерий. Они кодируют некоторые черты бактерий, например, внешний вид поведения и размножения. Теперь, чтобы вставить наш кусочек ДНК от лягушки в бактериальную ДНК, надо теперь разрезать и плазмиды. Для этого мы добавляем в пробирку с плазмидами наш энзим Экоэродин. В результате плазмид будет разрезан вот в этом месте. Ждём, пока реакция пройдёт. Пока все ингредиенты, то есть плазмиды, энзим, вода и буферные вещества не прореагируют до конца, пока не получится нарезанные плазмиды. Теперь надо добавить куски ДНК от лягушки и подождать, пока они внедрятся в разрезанные плазмиды. Вот это сейчас и происходит в нашей пробирке. Здесь у меня куски лягушачьей ДНК и нарезанные плазмиды. Мне надо смешать эти штуки с плазмидами. Для этого надо добавить энзим, который называется ДНК легаза. Этот энзим работает как липкая лента, которая вклеивает кусочки ДНК в плазмиды. Примечательно, что у самих плазмид есть вот такой маркер, который делает её устойчивой к некоторым видам антибиотиков. В частности, к тетрациклину. Это полезное свойство нам пригодится позже. Немного погодя, мы получим два типа ДНК. Вот это то, что нам нужно. Это плазмид, в который встроился кусочек лягушачьей ДНК, показанный фиолетовым. Но также у нас в пробирке получаются и такие плазмиды, то есть плазмиды, в которые встроились другие куски лягушачьей ДНК. Также получаются плазмиды, в которых вообще ничего не встроилось. Теперь, получив такую смесь из разных плазмид, нам надо их внедрить в бактерии. Для этой цели возьмём кишечную палочку E. coli. Видно, что у E. coli есть своя ДНК. Но важно понимать, что эти бактерии сразу погибнут, если их подвергнуть действию антибиотиков, о которых я упоминал раньше. Так вот, Бойер и Коэн, чтобы вставить эти плазмиды в кишечные палочки, быстро охлаждали и нагревали эти бактерии. От этого у них открывались поры в оболочке, то есть в мембране, через которые плазмиды могли бы проникнуть внутрь бактерии. Вот такие у нас бактерии сейчас получились. Бактерии, в которые встроились нужные нам плазмиды. Вместе с тем, также получаются и такие бактерии, в которые встроились не те плазмиды. Например, вот это с не тем куском ДНК. Или это с плазмидом, без лягушащих генов. И больше всего мы получим клетки, в которые вообще не встроились никакие плазмиды. Далее берем эти клетки и помещаем их в емкость с цитроциклиновым агаром. Иными словами, особым гелем, который содержит в себе антибиотик. В такой среде эти клетки расти не смогут. Но эти смогут. Я поместила наши клетки И.Колай, в которые мы внедрили плазмиду, в эту чашку Петри с цитроциклиновым гелем. Потом оставляем все это на некоторое время, чтобы наши бактерии размножились. А утром посмотрим, как у них там дела. Ну ладно, как видно, за ночь у нас выросло несколько бактериальных колоний. Теперь возникает вопрос, как отличить бактерии, которые получили такие плазмиды, от тех, которые получили такие плазмиды, то есть не содержащие лягушачьей ДНК. Для этого воспользуем тем же методом, который мы использовали в начале эксперимента. И выделим плазмиды из всех этих бактерий. Потом мы с помощью тех же реструктивных энзимов разрежем эти плазмиды. Возможно, вы заметили, что участок лягушачьей ДНК фиолетового цвета по размеру отличается от розового участка лягушачьей ДНК, который нам не нужен. Здесь можно использовать гелевую камеру. И с помощью метода, называемого электрофорезом, удалить ненужные участки ДНК. Таким образом, мы сможем отделить плазмиды, которые приняли лягушачью ДНК, от тех, которые либо приняли не те участки ДНК, либо замкнулись, оставшись без изменений. Благодаря этим методам клонирования, разработанным мной и моим другом, и появилась целая новая наука – генной инженерии. С помощью нее производятся такие лекарства, как инсулин. Используются точно такие же методы, как вы и видели сегодня. На сегодня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что теперь вы лучше понимаете, зачем нужна технология клонирования, которую я сегодня вам продемонстрировала. И надеюсь, вы теперь лучше понимаете, что такое генная инженерия и вообще зачем она нужна. Увидимся. Продолжение следует...